Всем привет, друзья и гости канала. Я вас всех приветствую. Начинаем свой влог. Что-нибудь нужно пояснить? Вы ожидаете какое-то интервью? Хотите взять что-нибудь? А если вы хотите что-то рассказать? Как-то с вами взаимосвязаны. Так, взаимосвязаны. Заходите в дом. Как? Чтобы соседи это видели, зайдите все в дом. На прямую как? Вы кто такой? Да к вам-то какая разница? У нас были очень теплые отношения. Этому подтверждение есть на ютубе. Твоя фотография и твоих детей у меня как-то иконостас. Ты бога не боишься, еб! Как вы зовут? Простите, я в опыхах не запомнила. А я не говорил, как меня зовут. Ничего не думаешь, Маша, Маша посмотри на меня. Маша, ты поняла, да? Все, все, поняла. А я по-моему наслышана у вас. Брят. Я не знаю, это вы шибалы или арбитранш? Подождите. Как ты мол? Я твоих детей любила как собственных. Все, сыграйте. Так вы или что даже с днем рождения не поздравили? А ты? А ты? Я поздравлю. А ты? Всем привет, мы с вами. Мы приехали в салон Toyota смотреть в машину. Начинаем свой влог. Сейчас пока просто будем присматриваться, выбираем. Навряд ли, конечно. Так, спускаться с вами по лестнице будем. Если вы когда-нибудь смотрели видео автора под названием Иван Вайб, то вы наверняка видели обзор вот этого дома, вот этой Кемри, вот этой Хонды, вот этой Бэхи, может быть даже, где он рассказывал о том, что вот он купил там эту тачку, он купил эту тачку, снимает вот этот дом. Сегодня я вам покажу, как на самом деле живет Иван Вайб, откуда все эти машины, этот дом, как он к этому пришел, как он это заработал и так далее. Видите, супер-мама тут тоже. Привет. Здарова. Привет, я Саня Азов. Я двоих. Очень приятно. Здрасьте, Мордости. Здрасьте. Здрасьте. Включи команд машины. Мне. Два раза на «открыть» нажмешь все время. А с камерой что случилось? Ванечка, документы где? В бардачке ложатся. Здрасьте. Я тоже, не поверите. Серьезно? Очень приятно. Ну. Какого плана видите канал? А вы увидите это видео, не переживайте. Так. В первую руку пыталась вывернуть ее. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю. Может перепуганная слегка. Но мы к этому не были готовы. Я думала, что человеческое в людях присутствует. Ну да ладно. Что-нибудь нужно пояснить? Вы ожидаете какое-то интервью? Хотите взять что-нибудь? А если вы хотите что-то рассказать? Я осуществлю. Ну я не была готова встретиться с вами. Да, ничего страшного. Ну я так тоже думаю. Естественность это лучшие кадры, вы же понимаете. Конечно. Конечно. Ютубчик. А с чем связано? Почему вы так подготовились? Ютубчик за это ведь и любит людей. На что вы рассчитали? Мы? Мы что? Приехали с группой поддержки. Как-то переживали. А где группа поддержки-то? Ну вот. В улице вот вдруг. Да, да, да. Как-то с вами взаимосвязаны. Да, взаимосвязаны. Заходите в дом нахуй. Как? Чтобы соседи это видели. Сойдите все в дом. На прямую как? Ну вы кто такой? Ну к вам то какая разница кто это такой? Вот у меня большая разница. Сойдите все в дом. Заходите. У тебя как здесь? Здорово, я здесь. Вы кто такой? Вы приехали что-то, три ему вроде. Ладно, давайте говорить на чистоту. Давайте. У меня есть претензия, я так понимаю. По крайней мере у Маши. У Маши есть претензия. Вы кто для начала? Реплики потом. Я ее брак. Меня зовут Александр, еще раз говорю. Ну вот, вот так уже понятно. Хорошо. Маша, расскажи твою претензию вообще. Так, во-первых, у нас был с вами договор. Правильно? Я вам заняла очень много денег. Я взяла кредит на свое имя. Я вам дала жилье на четыре с половиной месяца. Бесплатное. Кормила, поила, все бесплатно. Правильно? Насчет кормила, поила, Маша, давай... Вот, давай. Подожди, подожди, пускай она услышит. Ладно, говори. Хорошо, подожди. Подержи, пожалуйста, Элешку. Мы с вами договорились о определенных условиях. Правильно, Иван? Ты мне сам сказал, что первое время. Да, да, да. Ты будешь. Правильно? Плюс оплата. Да, я не получила. Такое лази. Мы тебе, конечно, мы тебе позвонили, сразу сказали, что мы не успеваем насобирать и мы вернем машину. Андрюша, миленький, у вас полгода было, чтобы встать на ноги. Ни один эмигрант с России приехавший такой важный. Сейчас хорошо, все, я понял. У вас четыре человека взрослые. Сейчас что-то. Это не важно. Но это не важно. Я с вами согласна. Телефон я получила, ключи забрали. Теперь нам нужно договориться о выплате оставшегося долга. Помощь нам, мы ее целим. Но не нужно говорить, что мы сидели на твоем хребте или еще что-то. Мы также тебе помогали платить коммуналу. Какой ты коммунал? Какой ты коммунал? Тебе не совестно? Подожди. У меня все травы есть. Маша. Какой ты коммунал? У меня все травы, коммунал. Все транши, которые тебе перестали. Все. Ты не засветал? Да. С твоим приездом. Покажи, пожалуйста. С твоим приездом. 200 долларов. Тебе деньги не раздавалось. Покажи мне, пожалуйста. С вашим приездом увеличилась оплата за свет. Нас ты обманула тогда. Увеличилась оплата за 400 долларов. Да. Мы тебе давали деньги, Маша. И ты можешь сказать, что мы не покупали продукты так же. Маша, а мы тебе ничего не будем показывать. Мы можем показать судей, что ты хочешь. Прекрасный выбор. Абсолютно. Это же как... Вот ты мне туда скажешь, как вы не делаете. В общем-то... Понимаешь? Я не буду разбирать эти мелочи, потому что сейчас... Это мелочи. Все, что ты говоришь, это то же самое, что ты... Это я сказала в твоей линии цвету, Маша. Это я сказала в твоей линии цвету, Маша. Мне не надо говорить то, чего не было, Иван. Понимаешь? Потому что у меня есть конструкция. Все, не надо говорить. Не устраивать эти деньги на ассоции. Но меня тысяча месяцев не устраивает. Все. Дальше тогда суд. Да. Суд, Маша. Суд. Поняла только суд. Все транши, которые шли тебе, у меня все дети. Абсолютно все. Абсолютно все. Абсолютно все. Больше тысячи, чем вместе с Машей. Мы точно так же платим Азизу деньги. Мы отдаем частями. Я не знаю, чтобы Азизу платить. И пока мы добавим от этого. Больше тысячи в месяц мы отдавать тебе не сможем. Если ты хочешь какую-то оверхтуру, пожалуйста. Нет, это дело для сюда. Обязательно сегодня же займемся. Обратите себя к офицерам своим. Мы этим распечатаем все транши. А я не говорю, чтобы ты не говорила, что вы не будете ошибываться. А твои слова были, чтобы вы отсюда никуда не уедете, пока не отдавите. Пока я не проконсультируюсь. Да. Я проконсультировалась. У меня теперь есть конкретная информация. Вы тоже проконсультировались. Конкретная информация тебе в любой момент выходит. Ты не шла на контакт. Я думаю, что вашему адвокату нужно одиниться обменяться контактом с моим адвокатом. Потому что это очень важно. То, что ты делаешь, это форменный шантаж. Во-вторых, если мы договариваемся о конкретной оплате в месяц, она будет указана на бумаге с подписью. Твоя подпись будет и моя подпись будет. И будет указана конкретный день и дата. Если в течение какого-то месяца по нашему договору эту оплату не придет в назначенный срок, значит, я обращаюсь в Civil War. Да куда хочешь. Вы с этим согласны? Нет, вы согласны. Почему? Как ты сейчас сказала? Civil War. Потому что долг, который... Мы с вами ничего подписывать не будем. Ничего. А где ты договор? Подожди, скажи мне, пожалуйста, где договор? Договор того, что в конце последнего платежа машина будет принадлежать нам. Хотя бы это мне ответить. А ну, полчи, она специально игнорит. В конце оплаты последнего платежа где договор, что машина будет принадлежать нам? Один маленький вопрос. Значит, ты нам не доверяешь. А мы тебе на чем должны доверить? Мы должны вам доверять, если вы не доверите. А как иначе? Я плачу пять лет за машину. А где договор, что она моя? Дело по факту. Дело по факту. Именно касается, когда договариваются люди. Мы платим ежемесячно. Через пять лет машина нам прижит. Где это там? Я поставлю. Я поставлю. Я поставлю. Нет. Подожди. Этот вопрос у меня не задумывается. Я не знаю, кто у вас задумывается. Слушайте, зачем вы сейчас вот это, вот если есть недоверие, что машина там... Смотрите. Как мы что-то задумывается. Мы же в стивилизованной стране. Давайте эмоции. Это нормально, да? А у меня эмоций вообще нет. Я не знаю. Подождите. Ну, это нормально, когда эмоции присутствуют. Смотрите, здесь не было никаких преткновений. Здесь был только один человеческий факт. От Маши немножко подожди. Сами понимаете, мы иммигранты. Мы на пути становления. Ей никто ни разу не написал смс-ку. Стоять. Я сейчас скажу. Ей никто ни разу не написал смс-ку и не сказал. Маша, мы тебя кидаем, деньги не дадим. Она прекрасно знает положение. В положении, когда мы приехали сюда болые и боссы после детеншина и бордера, я, тем не менее, чисто из человеческого побежения все деньги, какие были, отдавала ей. И она не даст врать. У нас были очень теплые отношения. Этому подтверждение есть на Ютубе. У меня есть все транши, которые я переводила, со всех видов оплат. Какие? Начинай от наличия. Какие? 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 Я тебе в суде это дам. Я понимаю. Вы сейчас говорите голословно. Не голословно. Я еще раз подскажу. Это не голословно. Ты можешь сейчас сколько угодно кричать. Это не голословно. И тебе не стыдно, Маша. Мне не стыдно. У Азиза я спросила. Азиз, сколько стоит коммуналка в таком доме? Ты меня обманула. Обманула. Ты с меня платила деньги столько. Я тебе платила за полтора месяца коммунал. Вы обманули меня. Вы обманули. Азиз, можно я с тобой лично буду разговаривать? Давай. У вас какие-то договоренности есть? Я не знаю. А ты не имеешь права у него это спрашивать. Ты в приватеску. Excuse me. I'm talking to Aziz. Азиз, вот у вас есть договоренности. Просто мне ради человеческой идеи. Нет, по дому. Я поняла, что и машина. Ну, мы все подозревали, кто или машину помог. Подозревали. У вас никто не скрывает. Они тебе в сроке подойдет. По договоренности. Дали мне. Замайся поддали. Ну, и че? Где преступления наши? Ребят, вы, мужики. Вот что вы скажете? Ну, люди приехали сюда огромное всегда. При этом у нас был здесь месяц больной человек. Мы его отправили, потому что не в состоянии были оплачивать ему здесь лечение. Он уехал. Это отец моего сына врача. Что вы хотите? Нам снять шкуру. Она просто предполагает, что у нас очень много денег. Но видит Бог. Я вам присутствую. Ускок требований. Я ей отдавала все, что у меня было. И знаете, что я сказала? В итоге. Твоя фотография и твоих детей. У меня как бы иконостас думал. Настолько я была благодарна. Что с ней случилось, я не знаю. Ты отличная актриса. Вот. Короче, с вами говорили. Даже из сот баксов... Так, ладно. У меня все прописано. У нас есть все переводы. Да, да. Все переводы. Со всех видов платежей. Сейчас будем кричать на танцы. Понимаешь? Со всех видов платежей у нас есть переводы. Хотя мы этого делать не должны. Маша, не я у тебя просила, когда мы приехали. Отпусти нас. Меня просили. Отпусти нас. Я просили остаться у меня в доме. Причем вы мне сказали... О! Друзья, сночь! Я попречательно самнул. Попречательно. Из-за чего мы поссорились? Ты нас не отпустила. Маша. Я вообще сказала правду. Подождите, вы у меня первые религи... Что миллион раз вы разговаривали. Отпусти нас. Мы поссорились первый раз. Маша, ты бога не боишься. Ёббона мать. Ни бога. Ни чёрта. Но ты поссорились, когда я говорила отпусти. Нет, нет. Нет, нет. Отпусти нас. Ты нас шантажировала, понимаешь? Ты нас шантажировала Все, тихо Сейчас все перерастет Маша посмотри на меня Маша, закончите карту Ты поняла, да? Все, все, прекрасно Это хорошо, что ты меня услышала Включи получение, телефон тебе отдать и связь отключишь Адвокат, суд, вперед Дальше не очевидно Ну ты спросил, почему Я отвечаю, закройте дверь, пожалуйста Не надо, чтобы соседи слышали Вы помолчите тогда, ну что вы орете? В смысле, вы помолчите? Нахуя, чтобы соседи слышали, что вы орете? Не орете, не орете, я сейчас иду, говорю, я зажигалку ищу Дай зажигалку, я выйду Ну все, что вы орете? Угомонись! Не орете Умейте она говорить дипломатично Я тебе говорю, почему мы с ней ничего не будем подписывать? Молодцы Молодцы Ну Мало по-человечески Почему она так перепугалась? Ну мы же не можем Вы же взрослый человек Я надеюсь, вы не думаете, что я актриса У нас даже прав на нее нет Она же может ее в любое время забрать Кого? Ну машины Мы приехали в салон Тойота смотреть машину Навряд ли, конечно, нам одобрят Мне одобрят свои кредитные истории Потому что кредитная история пока что нулевая Я думаю, что салон Тойота на такое не пойдет Но хотя бы посмотрим машины Ну что хочу сказать Не зря Америку называют страной иммигрантов Мне своими документами с минимальным набором Вот здесь, в Тойоте, Южная Каролина Одобряют кредит Я сейчас просто иду в машину Взять свои драйвер-лайсенс права И одобряют кредит на вот эту вот Хонду У нас даже прав на нее нет Она же может ее в любое время забрать Кого? Ну машины А на эту машину есть права? Да и на эту нету В моей жизни появилась новая любовь Камри 3.5 Наша новая малышка А точнее уже моя Купил мечту любого россиянина А на эту машину есть права? Да и на эту нету Полная комплектация На ней, наверное, и поеду под мост Любви достойна только мать и Камри 3.5 А на эту машину есть права? Да и на эту нету Мы же тоже не с куста упали Мы тоже не с куста упали Это два юридических образования стоит Я стою работающая, которая работала там, где надо Мы же не дети Да, мы выглядим сейчас очень скудно Но ум-то у нас есть На чем? На что она оскорбилась? На то, что деньги, наверное, не переводите ей Ну попросили, Маша Ну вы сами на секунду Представьте Огромная семья приехала Мы голые боссы Пацаны работают по 18 часов Они ночуют в машине Как этого можно не понять? Ну не соплеменник же должен добивать Я лично Ивану предлагал работу По две тысячи в неделю Он отказался Вы знаете, у нас есть свои мысли на свой счет Нет, ради Бога Правильно, вы же согласны Да, я согласен При этом, если вы должны деньги Вы должны отдать деньги Но у нас же есть какие-то свои планы Как вас зовут? Простите, я в попыхах не запомнила А я не говорил, как мне зовут А, ну еще раз давайте представим Я вырезаю Иван Очень приятно А я, по-моему, наслышана А я, по-моему, наслышана А я, по-моему, наслышана Все Тут какие разговоры могут быть Как вы там Какие восположения Как вы там работаете Ну, почему она вас в виде арбитража позвала? Скажите Вы приехали, это не арбитраж Арбитраж Вы понимаете, что сегодняшний ваш поступок Это арбитраж Я защищена государством Я буду вынуждена обращаться сегодня к офицеру Обратитесь Отличная идея Конечно, отличная идея Я не имею права здесь позволять себе лишнего, как и вы Может вас отправят обратно и Ну, с удовольствием Есть куда ехать Вы не бойтесь Она будет чище Это важно Вот зачем вы это делаете? В смысле Ну, вам Какая разница, какая это страна И кто здесь нет? Я сюда приехал Почему вы за страну беретесь отвечать, что страна будет чище? Чем? Мы что-то сделали Тем, что не будет всяких пархиндеев Ладно, у нас с вами не о чем говорите Я понимаю Я все понимаю Я очень надеюсь на это Удачи вам Как вижу, Андрей Вот она Я залезла в финансовую хуйню Ага Для вас Ага Под ваше честное слово На сколько? Пять, шесть лет? На машину? В хуйню В хуйню В хуйню Пятые В хуйню В хуйню Вы там полгода отъездили, четыре месяца на этой машине, если бы со мной так поступили, вот у меня на моем имени машина Саша, если бы вот он сейчас 3-5-6 год откатал, а потом сказал, иди-ка ты нахуй, мне эта машина не нужна, я переезжаю во Флорию. Только маленькая разница, никто не говорил, иди ты нахуй. И она нам не нужна? Ну, хорошо, иди нахуй, ну, как... Ну, ты мне позвонил и сказал, что мы не можем набрать сумму. Ты мне написала мне, Маша, не я тебе... Ты мне позвонил, нет. У меня есть твоя смс, где ты написала, что нет, даже есть телефонный разговор, где ты сказала, ребята, я не могу купить машину, потому что на меня оформлены машины, если вы в следующий месяц не сможете платить, я машину заберу, потому что мне тоже нужна машина. Я говорю, Маша, давай договоримся так, мы попробуем до 31-го заплатить, но если не получится, то да, ты ее забираешь, конечно. Я и говорю, Иван, а 2 минут, 2 минут, 2 минут, 2 минут... Я тебе звоню, я тебе звоню, забрали. Он тебе этого не сообщал, он тебе Азиз сказал. Я тебе... Мне Иван сообщил. Охренел ты? Ты охренел? Мне Иван сказал. В смысле, я ей сказал? Да дайте я расскажу. Иван, они не готовы к никаким диалогам. Вы пришли к сломенателю? Девушка. Все, думай. Пришли, давайте, все. Уже... Все, хватит. Хочешь, забирай мужчину и держи. Уже и я, они забирают. А не то, что хочешь, а забирай ее. Давай вперед. Разговоры на этом закончились. Иначе я сейчас забыл в полицию. Пусть я зову... Л résult... Вперед, на выход. Пожалуйста, бери. Луиза, они у меня в доме точно так же. Все. Ну давай поделимся, произвольных двух. Один уйдет, метод, один останется. А тут есть два, понимаете, два... Луиза, стойте, стойте. Я не знаю, это высший балл или арбитран士 такой вот... Это не гости, они не мою гости, они на меня приехали, вот два очень больших, если один приебет, я развалюсь, а я же не знаю их намерения, я намерения не знаю. Ну ваши добрые намерения? А откуда ты знаешь? А если я к нему вот так сейчас подойду, а как приехать? А вы не подходите к нему, а я все к черту не так нехражу. А вы не подходите к нему. Ничего его понюхать, если че ты знаешь. Смотрите, я вот вам честно скажу, если вы сейчас начнете полиции угрожать и все такое, если вы сейчас начнете угрожать полиции, я вас попрошу собрать чемодан и уйти. Позади меня дом ценой 350 тысяч долларов. Конечно, я его не могу себе позволить, поэтому мы его всего лишь снимаем. Ну что, пойдемте смотреть, как выглядит настоящая американская мечта. Я вас попрошу собрать чемодан и уйти. Полная комплектация. На ней, наверное, и поеду под мост. А здесь это крайние меры, которые мы... Прямо сейчас. Мы с тобой... Прямо сейчас я попрошу... Мы с тобой... Мы с тобой это под... Я сказал... Нет, прекратите на меня. Я прямо сейчас. Собирайте вещи и, пожалуйста, уходите вещи. Это твое крайнее решение? Да. А я тебе скажу чуть позже. Иди. Собирай вещи иди. Нет, 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 нет. Нихера себе у меня отплачено, не надо. Я понимаю, что это странно. Я вам отдам деньги. Ивану с машины отдать. Так, ладно, мальчики, все, закончите. Нет, я сначала машину продам. Чаю не предлагаю. Я на 7 тысяч попал. У Ивана вещи в машине. А, у Ивана? Затай вещи в машине. Иван, забери свои вещи в машине. Нет, все, ребят, если такая хуйня, я полицию туда-сюда. Я говорю, это мой такой же... В доме стоят, мой мужчин, приехали не к тебе больше. Не к тебе, Азиз. Не к тебе. Я тебе еще раз повторяю. В мою спальню заходи. Я в твоей спальню унитаз мою на всякий случай. Я в твоей спальню унитаз мою сам. А я его делаю. Ну, у нас договоренность была. Мальчики, работайте. Все хозяйство на мне. Было это? Я это самое, как у меня. Я телекомендую выезд. Я тебе еще раз повторяю. Мы с тобой поговорим попозже. Я не захожу. Я еще раз повторяю. Мне твои сигареты не интересны. И когда угрожают полиции, мне эта полиция... Это не тебе угрожает. А я не пойму, что делают ленток и двое мужиков. На меня ленток вызывали столько раз, блядь, что мне эти лентки... На тебя никто не вызывает ленток. В доме стоят двое мужчин с намерением. Нет, я сказал, не надо... Все, Маша, ты закончила? Я сказал, не надо... А то вы уже слушаете нас. Я сказал, не надо кричать на улице. Я сюда только вверху. Азиз, нам остаться, пока они уедут? Кто-то уборовал себе голову, я не хочу помочь. Но я не знаю, вы как хотите. Как сказал, мы никогда не торопимся. Он когда уехал, у него на столе лежали сигареты. Помнишь, я тебе говорила, блин, не обрели сигареты, но... Уй, все полутира. И так же я у нее делала. Азиз, я тебе целую пачку принесла. Просто ты с нами не разговаривала, что я не смогла тебе сказать. Ты в этот день дома не хотел. Потом к тебе кто-то приехал. Я у тебя... Ты понимаешь? Как я тебя вызывала, Азиз? Все, все, собирай, Азиз! Азиз! Иди в вещи. Я же тебе-то подъехал, а не употокся! Все! Не, конкретное число скажи, пожалуйста. 30-31-е. 30-е. 30-е что? Каждое 30-е... Как ты мог? Я твоих детей любила, как собственных. Все, собирайте. Так вы или что даже с днем рождения не поздравили? А ты? А ты? Я поздравил. А ты? А ты, Азиз? Все, то есть я не хочу с тобой ругаться. Я не хочу с тобой ругаться. Ну, это не просто так, вещи везде ездят. Это же не просто раз и собрался. У меня везде на кухне вещи есть. Все, ребятушки, можете ехать. Я здесь, если мы при свидетелях, где камера, куда она смотрит. Мы выезжаем. Вам ли не знать? Как блогеру. Куда смотрит камера? Вам ли не знать, ответно? Вам ли не знать, ваш рейдерский захват, чем грозит? Какая-то падает в себе. Да, да. Хорошо. Давайте. Я эмоциональный человек, но у меня есть сознание. Хорошо. Давайте. А почему вот вы мне сказали, что 500 долларов вы задерживали, потому что Маша у вас отсосала все деньги, а оказывается за билеты, оказывается вы ей ничего не платили? Ни копейки. Азиз, почему ты слушаешь только одну версию? Те второе неинтересно. А зачем у тебя брать деньги, если нет денег? Я лично от вас слышал. Зачем брать деньги? Зачем брать деньги у тебя, если мы без копейки сюда приехали? Я лично от вас слышал. Ты по холодильнику не судишь, Азиз? Я лично от вас слышал, что вы ей деньги за билеты. А почему ты веришь ей, а мне нет? Я лично от вас слышал, что вы не дали ей деньги за билеты. Иван Топич, я тебе еще раз повторяю, почему ты слушаешь ее нет? Я только что говорю, я лично слышал от вас, что вы ей не дали деньги. Не от нее, а когда вот вы ходили, ругались, вы ходили, Мы ругались и кричали, вы сказали, нахуй она сказала, я тебе дам деньги, пусть бы он подох в этом Нью-Йорке, ну я так понял, про Луж, вы говорили, что пусть бы он подох в Нью-Йорке, нахуй нам не нужны эти деньги, отправлять его и все такое. А сейчас она... Я не понимаю вообще, о чем он говорит, я наверное... Подожди, зачем это выключил? Ну как, блядь, например, у кого она говорила, блядь, у меня не было. Я же с вашей не сильно слышал. Хорошо, все, закончили? Вот все претензии мы приняли, да? Все, все, заканчиваем. Мы съезжаем. Все, все, до свидания, ребята. Давайте, все, мы его тут не съедим, не изнасилуем, не бойтесь. Ничего этого не будет. Мы сейчас не дрем свидетельствуем, здесь, ну, никак... Мне надо спокойно... Нет, после того, как вы палите, куда-сюда... Мы обязаны, а здесь я обязана, а с инфициентом, сообщить о том, что мы уезжаем. Ты же понимаешь, это же не в шутке. Не переживайте, да, вот, 10 дней до закона. Я выкладываю свои законы. Я проведу свои законы. Я проведу свои законы. А, ты вот, это вы... Потом, пошли наверх. Пошли, я сказал, наверх. Так, все, платите, гостюньте, дальше вы уже переходите в полную очередь. К сожалению, когда ты ведешь не самый честный образ жизни, вся твоя карьера заканчивается вот так. Ведь они нашли очередного человека, который для них как родной, которого они любят всем сердцем и так далее. Новая жертва. Потому что этот дом, который мы видим, в котором они жили... Этот дом снимает, ну, вот, этот Азиз, парень, и они просто в нем жили. Вот и все. Когда платили за аренду, когда не платили, за коммунальные платежи, когда платили, когда не платили. То же самое касается машин. То есть, Хонду им купила Маша, Тойоту им купил Азиз. Когда они платили за эти машины, когда не платили, чаще не платили. Все объясняли это сложной ситуацией там и так далее. И вот сейчас, когда так получилось, что они выезжают из дома, они, видите, нашли еще одного человека, который готов их приютить. Жаль этого добряка, но что поделаешь. Умеют люди втираться в доверие. Сами слышали, как вот эта мама Луиза, супермама, как она рассказывает о том, как вы для меня как дети, ваши фотографии ваших детей у меня как иконостас и так далее. К сожалению, такие люди попадаются. Почему-то невольно приходит сравнение с фильмом «Паразиты» корейским. Если кто не смотрел, то вот посмотрите. Конечно, они остались должны денег. Маше, Азизу. Вот и, в принципе, если они не будут их отдавать, то и Маша, и Азиз будут вынуждены подавать в суд к адвокатам, к айс-офицерам, и ребят будут депортировать. Но, может, оно и к лучшему. Такие люди в стране Америка, не знаю, мне кажется, не нужны. Тут и так хватает своих прохиндеев. Бывайте! Ивти адрес. Америка 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 Продолжение следует...